С большим квадрокоптером все намного сложнее, потому что, как вы видите, здесь нет чего? Защиты. Защиты, да, правильно. Примерить очки виртуальной реальности, принять участие в соревнованиях маленьких квадрокоптеров, а также попробовать своими руками построить и даже запрограммировать роботов, юные саровчане могли на выставке мобильного детского технопарка «Кванториум» в парке имени Зернова. Сегодня мы постараемся окунуть детей не только в компьютерные игры, это то, что касаемо IT-технологий, но и совместим компьютерную игру и с уличным вариантом игры «Змейка». То есть здесь мы задействуем наставника IT-квантума и плюс еще педагога-организатора. У всех желающих была возможность заглянуть в сердце «Кванториума» в лабораторию на колесах «Газон Некст», где под присмотром экскурсоводов можно посмотреть, как работает 3D-принтер и лазерный гравер. Мини-экскурсия подарила ребятам не только море ярких впечатлений, но и небольшие модели, изготовленные в фургоне. Можно увидеть, как животные, очень рады, как какая-то внешность штука, которая, если туда лев морду опускает, то она как-то становится как-то треугольной, очень смешно. С 16 до 20.00 здесь проводили мастер-классы по пяти направлениям, которые преподают в «Кванториуме». Это VR, IT, геоинформационные технологии, робототехника и творческая мастерская. Записаться на них можно было предварительно. Я пришел где-то 10 минут на час, я узнал, что маленький квадрокоптер может делать 3D-трюки, а большой квадрокоптер, который там был, он может летать высоту 500 метров. В честь празднования Дня защиты детей для саровчан приготовили еще много приятных сюрпризов. С 16.00 здесь действовала акция «Парк детям 2 плюс 1». При покупке двух билетов на аттракционы третий получали в подарок. А на танцевальной площадке прошел концерт с участием детских творческих коллективов города. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей, Саров, 24.